лабораторная работа номер пять одномерные массивы рассматриваем типовые алгоритмы с одномерными массивами ну и рассмотрим на примере решения данной задачи нужно составить программу для вычисления суммы значений если исходный массив имеет размерность от 1 до соответственно 20 так ну и как будет выглядеть программа пишем заголовок дальше при помощи при помощи константы мы имеем значение количество элементов одномерном массиве так ну а дальше воспользуемся переменными то есть объявим x однамерный массив размеров от 1 до m то есть 20 так ну и сделаем его целочисленным так дальше нам понадобится параметр i для цикла с параметром сделаем его целочисленным так и понадобится нам переменную переменная с благодаря которой будем вычислять значение суммы так начинаем писать дело программы так ну и в таком воспользуемся процедурой генератора случайных чисел для того, чтобы заполнить, соответственно, элементы одномерного массива. Используемся функцией. Так, ну и размер, дальние значения мы получим от 0 до n умноженное на n минус 1. Так, сразу же здесь проверим и выведем на экран, какие у нас значения присутствуют. Заполнено в случайном порядке при помощи генератора случайных чисел. Так, ну а здесь, кстати, можно сразу же оденеть значение, суммы. Сначала обнуляем сумму перед циклом. Так, дальше стандартная формула суммы. Возведение квадрат. Так, делим, соответственно, параметр рай. Так, делим, соответственно, параметр рай. пропускаем. Так, ну и после. Вводим результат полученной суммы на экран. Так, вот как будет выглядеть программа, запускаем ее, если все верно стилистически написано, сейчас он покажет результат, а вот показал у нас результат, единственное вывод у нас в одну строчку и одним числом. Чтобы у нас не происходило сливание чисел, то есть мы поставим пробел между ними, ну и заново запустим. Ну и как видите, вот представленные числа, случайно сгенерированные, ну и получили сумму. Так, ну и тем самым выполнили основной этап. Переходим в следующую электронную таблицу, как один из вариантов. Так, здесь пишем слово параметр. Здесь пишем значение. Так, с равно 0. Дальше у нас параметр i меняется от 1 до 20. Так, дальше. Так, x и t. У нас здесь воспользоваться генератором случайных чисел, либо мы берем каждое число и вставляем. Либо можно в порядке или в порядке вести свои соответственные значения. Так, ну что, да. Следующая сумма. Так, знак равно предыдущее значение. Так, возвели в квадрат. Так, и поделили соответственно на i. Так, здесь перемещаем на предшествующее. Ну и тянем соответственно до конца. Вот у нас получилось значение суммы. Ну и как повторяю, что значение суммы у нас не совпадет. Если бы мы ввели те же самые значения, то сумма получилась та же самая. Так, следующее действие. Оформляем лабораторную работу. Открываем текстовый редактор. Вставляем. Условие задачи. Так, ну а дальше вставка формулы. С равно. Так, от i равна единице, соответственно, д. Так, ну и формула. Так, здесь у нас x, здесь у нас x, здесь у нас x, здесь у нас x, it, а не просто x, it, а в квадрате. Так, мы вставляем еще одну формулу. Так, ну и здесь. Так, ну и здесь. Показываем размеры. Так, ну и здесь. Так, копируем код программы. Ну и рисуем блок схемы. Так. Нам понадобится цикл. Так, сначала нам понадобится начало. Так, дальше нам понадобится присвоение значения равное нулю. Так. Дальше идет цикл. Так, в этом цикле сначала идет присвоение и вычисление. Так. Вывод Дальше выходя из цикла у нас опять будет вывод И соответственно конец Так ну и При помощи стрелок указываем путь выполнения Вывод Так и начинаем заполнять Следующие действия Присвоения Добавим Так мы забыли еще константу Так Дальше Присвоения Учисления Дальше ввод Завязываем Вновь 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 Завязываем Завязываем Панель программы Так ну и вот как будет выглядеть Алгоритт в виде блок схемы По решению поставленной задачи По решению поставленной задачи Так ну и Не забываем теорию Для защиты Лабораторной работы Удови Присвоения Продолжение следует...